Здравствуйте! Тема сегодняшней беседы – роль семьи, особенно матери, в преодолении проблем ребенка. С семьи начинается жизнь человека. В каждой семье существует множество проблем, при том очень сложных, непосредственно и глубоко связанных с нормальным или ненормальным развитием ребенка. Среди важных функций семьи особенно выделяется функция социализации, направленная на развитие личности и социальное интегрирование ребенка сначала в детский сад, дошкольную группу, потом обучение, профессия и во взрослую жизнь. Для ребенка с проблемами в развитии, с любыми проблемами, от задержки речевого развития и до глубоких нарушений, необходимо длительное, постоянное, требующее особой подготовки, помощь взрослых. и траты сил и физических, и материальных, любовь, терпение, выдержка. Чем раньше выявить проблему задержки и потребности ребенка, тем раньше возможна коррекция и тем успешнее будет адаптация ребенка. В ранней диагностике очень важна роль семьи, в частности матери. которая большое время находится с ребенком. Для этого, конечно, необходимо знать нормы развития ребенка в онтогенезе. Родители, конечно, знают примерно, как развивается ребенок. Также деток наблюдает педиатр. Но, как показывает опыт, не всегда и не все мамы правильно относятся к обнаруженной проблеме. А именно, это очень важно. Именно на этом я хочу заострить сегодня ваше внимание. В любом возрасте, с младенческого возраста и до 18 лет, можно обратиться за консультацией в ПМПК, психолого-медико-педагогическую консультацию, где специалисты вам дадут рекомендации и определят образовательный маршрут ребенка. В разных семьях реакции на проблему разные. Это зависит от социальной ситуации семьи, от многих факторов, влияющих на преодоление проблемы. Любая семья стремится к стабильности, к равновесию. А проблемы в развитии ребенка его нарушают. Поэтому самая первая реакция это чаще всего отрицание. Подождем, может показалось, может быть само пройдет. А драгоценное время, которое можно использовать для коррекции, уходит. Особенно если этап принятия, адаптации к этой проблеме длится долго у родителей. Этот этап отрицания. Затем приходит постепенно осознание проблемы. Родители начинают общаться, советоваться с близкими семьи, друзьями, родственниками. Затем обращаются к специалистам. Иногда инициативу проявляют педагоги детских учреждений или медицинские работники. Говорят родителям о проблемах в процессе воспитания и обучения. И вот тут часто, если говорить о психологии, часто родители инстинктивно встают на защиту ребенка. Порой упрекая в некомпетентности педагогов, ссылаясь на то, что они мало знают, что может их ребенок. Часто такую картину можно наблюдать на консультации в ПМПК, когда, например, ну самое простое, родители замечают, что ребенок не разговаривает или разговаривает очень плохо, недостаточно. Специалисты говорят родителям о том, что у ребенка не только развитие, речи задерживается, но и общая задержка психического развития. Но родители не хотят этого воспринимать. Говорят, нет, у нас только речь. Это из серии «Не хочу болеть я свинкой, хочу зайчиком болеть». То есть начинается поиск другого специалиста, который опровергнет это, например. И осознание этой проблемы проходит тем сложнее, чем сложнее проблема ребенка. Когда родители со временем убеждаются, что специалист был прав, они, конечно, начинают искать пути решения. Но иногда понимание проблемы приходит лишь когда ребенок начинает учиться в школе и с трудом, а то и вовсе не усваивает школьную программу. И то родители вначале обвиняют ребенка в нерадивости и лени. Помочь родителям осознать и перейти к следующему этапу, принять ребенка таким, какой он есть, и начинать помогать ему. Вот это первая задача психолога. Не стоит родителям огорчаться и отчаиваться, если результаты усилий видны не сразу. Они обязательно появятся. Но при этом семье понадобится квалифицированная помощь и советы специалистов, врачей, психологов, педагогов, логопедов, социальных работников. Второй важный фактор – это стиль детско-родительских отношений, который тоже влияет на реабилитацию, на коррекцию ребенка, на адаптацию его в социуме. В отношении родителей и детей есть сложная, парадоксальная проблема. Сложность ее в том, что взаимоотношения ребенка и детей – это скрытый, носят скрытый человеческий характер. То есть только внутри семьи это в социум не выносится. А парадоксальность в том, что при всей ее важности родители ее часто не замечают. Для этого, наверное, не всегда хватает психолого-педагогической компетентности. В здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными контактами. В результате тесного общения возникает душевное единение, согласованность основных жизненных принципов и устремлений, действий. Природную основу таких отношений составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, которые проявляются в родительской любви и заботливой привязанности детей к родителям. Ребенку для полноценного и гармоничного развития необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере любви и понимания. Особенно это важно для ребенка с особыми образовательными потребностями или с ограниченными возможностями здоровья. Такой ребенок нуждается в особой поддержке и помощи близких ему людей. При каких условиях социализация будет осуществляться наиболее успешно? Во многом результат зависит от отношения родителей к самому факту рождения ребенка с проблемами, больного ребенка, выбора стиля и тактики его воспитания, понимания особенностей его заболевания на всех этапах развития ребенка и сохранения уважительных отношений друг к другу в семье, между всеми членами семьи. Как проходит развитие эмоциональных реакций у родителей, узнавших, что их ребенок не такой, как другие? Следующие этапы проходят. Вначале тоже отрицание, сомнение в компетентности специалиста, поиск другого более компетентного. Затем гнев, этап такой. Это одна из наиболее часто встречающихся защитных реакций, ощущение беспомощности, разочарования, безысходности. Потом приходит принятие. Одновременно с ним приходит чувство вины, поиск причин, переживания по поводу своих ошибок. Эти этапы люди, конечно, переживают, родители. Возможно, их не избежать, но все эти этапы непродуктивные и не помогают ребенку. А вот следующий этап – эмоциональная адаптация родителей. Очень важен. Когда родители принимают и начинают адаптироваться к данной проблеме, они вырабатывают позитивные установки по отношению к ребенку и к самим себе. Формируют навыки обеспечения будущего своего ребенка. Специалисты, работающие с семьями таких ребятишек, знают, что инвалидность сына или дочери воспринимается родителями как личная трагедия. Семья живет в условиях хронической психотравмирующей ситуации, постоянного эмоционального напряжения и волнующих вопросов, как справиться с угнетенностью, страхом, разочарованием, связанным с заболеванием ребенка. Можно ли его вылечить и тому подобные вопросы. Понимание того, что процесс лечения длительный, требует специального лечения, обучения, приходит не сразу. И осознание этого факта – сильнейший стресс для родителей и для других членов семьи, который нередко проявляется в изоляции семьи от общества. Зачастую семья оказывается в своеобразном замкнутом мире со специфической деформированной системой семейных отношений. Нередко больной ребенок становится причиной семейных конфликтов и даже разводов родителей. Преодолевая хронический стресс, связанный с воспитанием ребенка с ограниченными возможностями, семья использует разные стратегии – внутренние и внешние. Пассивная позиция – одна из стратегий, как страус, голову в песок, страусинная так называемая позиция, заключается в избегании поиска решения проблемы. Основана она прежде всего на надежде, что все самой собой уладится. Что бы ни случилось, все воспринимается как должное. А вот активная позиция – это такая стратегия, которая заключается в способности идентифицировать те условия, которые можно изменить, и активной деятельности по их изменению. А также данная стратегия заключается в способности, очень важной, идентифицировать те условия, условия, которые на данный момент изменить невозможно, и принять их как данность. Внешние стратегии основываются на умении опираться на внешние системы, на людей, которые не члены семьи, на учреждения, на государственную поддержку. И важно, кто, с кем и как взаимодействует в семье. То, как происходит это взаимодействие, определяет сплоченность семьи и помогает ребенку. Сплоченность обычно выглядит в двух полярных состояниях. Сплоченность и разобщенность – два полярных состояния. Семьи, в которых сильно переплетенные отношения, обычно характеризуются гиперопекой и гипервовлеченностью членов семьи в жизнь друг друга. Такая семья ребенка-инвалида испытывает страх перед самостоятельными действиями ребенка, что мешает его развитию, развитию у него способности действовать и жить независимо. Напротив, в разобщенных семьях в обвлеченность некоторых членов семьи в жизнь больного ребенка и тех, кто его окружает, может быть сведена до минимума. Например, отец, который избегает супружеских и родительских взаимодействий из-за отклонения в развитии ребенка. А в нормальной функционирующей семье то, что поможет ребенку. Как раз и такая семья характеризуется балансом между переплетенностью и разобщенностью. Члены такой семьи могут сплотиться и помочь друг к другу, определяясь на тесные связи. И в то же время имеют некоторую автономность, то есть такую независимость. Ну, еще бывают хаотичные семьи, когда вот эти вот полярные два способа жизни, типа то в одну крайность бросается семья, то в другую. Тут тоже, конечно, необходимо обратиться к психологу и получить консультацию и построить правильную стратегию, чтобы помогать ребенку. Гармоничное развитие личности ребенка во многом зависит от стиля воспитания, которого придерживаются родители. К сожалению, родители не всегда находят правильный стиль взаимодействия со своим ребенком. Так, например, в семьях детей, страдающих детским церебральным параличом, преобладающим типом воспитания часто очень является гиперопека. Чрезмерное внимание родителей, стремление предупредить желание больного ребенка, особенно мамы это делают. Наличие заболевания, конечно, оправдывает и усиливает заботу родителей, однако неуверенность и обеспокоенность матери провоцируют у ребенка страх, который усугубляет его состояние, его несамостоятельность. Складывается, и в семье складывается невротическая структура семьи. А по мере взросления ребенка гиперопека усиливается. Родители стараются удовлетворить все запросы ребенка, продолжают видеть в нем малыша и не желают пересматривать родительскую позицию и расширять сферу самостоятельности ребенка. Еще наблюдается в семьях с детьми с ограниченными возможностями часто эмоциональная изоляция. она проявляется в виде открытого или скрытого отвержения, эмоционального отвержения больного ребенка в семье. Иногда даже сами родители не анализируют и не осознают это. Вот в случае открытого эмоционального отвержения родители понимают свое негативное, осознают и понимают свое негативное отношение к этой проблеме и пытаются компенсировать его подчеркнутой заботой или претензиями, допустим, к сотрудникам детских учреждений. Нередко эмоциональное отвержение проявляется в том, что родители стесняются представлять кому-либо своего ребенка. Некоторые воспринимают дефект ребенка как собственную неполноценность. Все это, конечно, негативно влияет на ребенка с точки зрения психологии. У таких детей появляется рано взрослая рассудительность, когда они оглядываются на чужое мнение, робость, страх перед общением с людьми и установлением дружеских контактов, неуверенность, пассивность. В семье, где кроме ребенка с ограниченными возможностями еще есть и другие обычные дети, у родителей возникают особые трудности. Им приходится использовать различные стратегии воспитания и поведения по отношению к здоровым и больным детишкам. Из опыта известно, что отношение обычного ребенка к своему брату и сестре, имеющим нарушения в развитии, в огромной степени зависит от установки родителей. И если их поведение разумно и ясно, то именно в здоровых детях родители найдут поддержку и опору старательных помощников. Можно, подытоживая разговор, выделить две крайности отношения к такому ребенку. Это максимальная самоотдача, самопожертвование и отстраненность. То есть, как и все крайности, это неверно. Родители должны быть хорошо информированы о проблемах ребенка, его возможных причинах, последствиях и потенциальных возможностях в решении. В семье должна быть единая система ценностей, общие цели, желание максимально реализовать собственные возможности, помочь в этом своим близким и уважительно относиться к членам своей семьи. Именно в этом случае семья будет хорошей, необходимой, развивающей средой для ребенка. И в заключении хочу сказать, что всегда можно обратиться к специалисту, если есть необходимость определить ресурсы, перевести проблему в задачу и решать эту задачу. В библиотеке имени Пушкина есть очень много книг, которые помогут вам в этом. Специалисты подберут вам необходимую литературу. И вы можете обратиться также к специалистам-психологам, социальным педагогам, для того, чтобы гармонично простроить отношения с ребенком и помочь ему преодолевать его проблемы. Я желаю вам, вашим детям, вашим семьям сплоченности, благополучия и оптимизма. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!